Сегодня у нас необычный клиент, он принес вот такой вот старинный, престаринный складной велосипед. Велосипед очень старый, потому что обода здесь еще стальные и крашеные. Здесь убиты втулки, убита каретка, убита рулевая. Ну и конечно здесь самое печальное, то что здесь трещина на раме с этой стороны. И вот здесь полностью она сквозная. Его уже варили, его уже что-то пытались сделать. Сейчас мы будем его полностью восстанавливать. Потому что клиент достаточно странный, с таким крюком он ездит по городу, не очень много денег. И он нам пообещал прям золотые горы за ремонт этого велосипеда. Закончился проект по восстановлению Десны. Клиент хотел, чтобы мы ее реконструировали полностью. Продолжил вам 10 тысяч за вот это все-все-все-все-все. Но мы тут только на 2,5 тысячи смогли сделать. Вварили раму, зачистили, покрасили, перебрали втулки, перебрали каретку, новые винтики. Все отрегулировали, все настроили, рулевую перебрали. Но, к сожалению, велосипед очень сильно бэушный. Все равно есть люфты во всех соединениях, везде, где только можно. Все это люфтит. Так что на 10 тысяч мы не смогли сделать работы. Сделали поменьше. Перед нами велосипед Десна или, по заявлениям владельца, велосипед Кама. Очень старый. Что же было сделано в итоге? Все проварено. Все покрашено. Перебраны втулки. Перебрана каретка. Перебрана рулевая. Все работает. Накат отличный. Люфты небольшие присутствуют. Но, к сожалению, этого не избежать. Самое интересное, вот здесь вот видно, что каретка вот здесь приварена и выдвинута наружу. Это было сделано изначально владельцами велосипеда для того, чтобы вкрутить с этой стороны чашку. Потому что резьба вначале сорвана, и он эту чашку углублял внутрь. Сейчас здесь резьба сорвана полностью, но каким-то волшебным образом удалось закрутить современную чашку. И она очень прочно держится и не раскручивается. Вчера на нем покатались. Прикольно получилось. Едет действительно как хороший велосипед, несмотря на его древность. Рама очень сильно кривая. Колесо в бок выходит. Если вот так вот посмотреть, то дальнее перо левое, оно намного выше. Эх, диаметры я очень сильно нарушен у велосипеда. Но накатистый, прикольный велик. Очень большая трещина на раме. Но рама стальная, поэтому мы ее обварим самым простым способом. Это очень много лет. Здесь вот уже подваривали с этой стороны. Думаю, что мы обварим полностью все. В общем, я не сварщик. Только первый раз варю рамы. Поэтому шов, в моем понимании, выглядит вот таким вот образом. Сейчас я, конечно, это все почищу. И, наверное, будет ровненько. Варю обычным электродом троечкой. Ремонт мостика. После зачистки. В один проход. Электрод троечка. Тут накосячил чуть-чуть, но не страшно. Все будет очень прочно по сравнению с тем, что было. Так. Здесь то же самое. Обварил тройкой. Но здесь кое-где в два слоя налепил. Сваривать не умею. Поэтому вот так вот. Такие швы неаккуратные. Есть дефекты. По сравнению с тем, что было. Все болталось. Я думаю, прикольно получилось. После полировки шлифовальным диском. Но ремонт мостика выглядит вот так вот. Будто это монолитный практически металл. Так. Ремонт шва. Опять же, все заполировали. Много дефектов. Но в целом, это выглядит неплохо. Особенно, если это эпоксидка еще автомобильной. Забить. Такие швы. Кривые, прикривые. Так. И с этой стороны. Все намертво приварено. Здесь были огромные трещины. Такие длины. И вот так вот. Все заварилось. Я зачистил всю раму. Вперед покраской. Насколько это было возможно. Сейчас буду грунтовать и красить. Рама. Рама загрунтована. Официальным черным грунтом. По металлу. Попробовали сделать выкраску. Такой примерно будет золотистый металлик. Так же зачищаем всю вилку. Насколько это возможно. Но вот не везде удается краску чистить. Очень хорошо держится. Грунтуем. Пару слоев здесь точно есть. Грунт высыхает очень быстро. Где блестит, это только-только я нанес грунтовочку. КОНЕЦ